Доброго времени суток! С вами ТТ Онлайн. В сегодняшнем выпуске мы будем проверять жителей нашего города на образованность и внимательность. Поехали! Скажите, пожалуйста, за сколько часов Солнце делает один оборот вокруг Земли? 24. Солнце вокруг Земли. Солнце вокруг Земли. Правильно, в принципе, да, все в вопросе? 24 часа. 24. Солнце вокруг Земли. Ну да, наверное. За 48 часов. За сколько часов? Ну, за какое время, как ты думаешь? Ну, около 200 часов примерно. Солнце вокруг Земли крутится? Не наоборот? Нет. Нет, я уже это все забыла. Ну, вы сами подумайте, это логически. Солнце вокруг Земли? Ну, наверное, 24 часа. 23 часа 56 минут вроде. Ничего нет. Солнце вокруг Земли у нас крутится? Нет. Земля вокруг Солнца. А что крутится вокруг чего? Я вокруг тебя. Солнце вокруг Земли? Ну, я такой вопрос задаю, в принципе. Давайте я лучше пойду. Может быть, он подумал, что мы совсем уже как бы... А сколько лет длилась Столетняя Война? Наверное, 100. А почему вы так решили? Потому что Столетняя. 45. Я откуда знаю? Не знаю. Спасибо большое. Очень хороший ответ у вас. Если Столетняя Война, то 100 лет. Почему вы так решили? Из-за вопроса? То, что 100 лет, да? Столетняя. Но это не так. Нет, нет, нет. Я не помню, сколько, но не 100 лет. 112 лет. Ну, почти. Но хотя бы правильно. Примерно, что не 100. Не подловились на нашу уловочку. 114. Ну, почти. Но вы близки. 116? Да. Правильно. Хороший ответ, кстати. У нас все почти отвечают 100, потому что вопрос Столетняя. 116 лет. 116. Первый правильный ответ. Мы вас поздравляем. По какой причине Александр Пушкин вызвал на дуэль Евгения Онегина? Ну, если мне не изменять память, то из-за женщины. Пушкин Евгения Онегина? Да. Понимаете, я гуманитарий, еще только год. Я в этой сфере как бы плохо. Было оскорбление какое-то, если не ошибаюсь? Оскорбление? Наверное. Ну, дуэли, как правило, в то время из-за этого. Не знаю. Из-за ревности, наверное. Кому? Ну... Своему произведению? Ну, да. То, что... Они же поэты как друг друга должны критиковать. Да. Евгений Онегин хороший поэт, в принципе, был? Ну, как бы да. Вы читали что-нибудь из его произведений? Онегин? Ну, может, и читал, но уже не помню. Сам Голубь пришел поотвечать на наши вопросы, и мы с удовольствием это сделаем. Пойдемте проследим за его действиями. Голубь, Голубович, подойдите к нам, пожалуйста. Ну, в общем, он хочет что-то льдеть, на самом деле, но мы можем его догнать. Правда, он реально бежит, как будто он знает, что мы хотим у него что-то спросить. А Пушкин не вызывал Евгения Онегина дуэли? Кто-то вызвал, точно. Евгений Онегин вызвал Пушкина. Пушкин написал поэму Евгения Онегина. Не было такого. А что было? Был дуэль Пушкина с Дантесом, а Евгений Онегин – это, так сказать, плод самой фантазии. Он написал Евгения Онегина. Потрясающие ответы. Мы вам аплодируем стоя. Спасибо вам большое. Образованность Нижнего Тагила – это дети. В каком году Кристофор Колумб открыл Англию? Не знаю. Ну, примерно. Помните ведь Кристофора Колумба? В школе там изучали, наверное. 1867. Вроде в 1712. Англию, да? Вроде как. Можно задать вам пару вопросов? Не, не, не надо. Ну, пожалуйста. Почему? Они легкие очень. Да, не. Ну, почему? Ну, наверное, когда ему лет шесть было, ему сказали, что есть такая страна, когда он дома в Испании отдыхал. И он Англию открыл в итоге? Ну, для себя открыл, все остальные знали. А что он открыл? Он открыл Кубу, острова Карибского бассейна, Южную Америку. Он не Англию открыл. А что? Континент Америку. Он первый, ну, как бы считается, что первый. На самом деле он плыл в Индию, а попал туда случайно. Он открыл Америку, когда плыл в Индию. А в каком году, не помню, потому что у меня по истории была твердая, 4 с минусом. Ну, примерно век, помните? Ну, в 13 веке, наверное, не знаю. Не буду врать. Не люблю врать. Ну, ладно, почти. 1400, наверное, или 1600? Вот это иди. 1400, все правильно. 15 век, в общем. Ну, да. Почему? Ну, тысяч... Нет, это 15 век. 1492, это 15 век. Мы округляем в пользу. Нет, я не изучаю географию. Ну, в принципе, это каждый школьник знает. Не знает он географию, знает. Не важно. Нет, я не буду отвечать. У нас голубь ответил, понимаете? Хорошо, еще один вопрос можно задать тогда? Ну, ладно, до свидания. До свидания.